Всем привет, меня зовут Влад Филадов и сегодня мы рассмотрим не что иное, как еще один хайскрин. Да, дорогие друзья, хайскринов много, я один, но при этом они не становятся с каждым разом неинтереснее, они только интереснее. И это самое важное и главное, для того, чтобы и первое видео получилось хорошее, ну и вам какой-то профит с этого был. Иное, хайскрин Пур-Ф, вот такая вот вариация, как обычно в кордонной коробочке, вполне себе очень приличный смартфон за очень мало денег. На самом деле, хайскрины, за что я их люблю, в общем-то, они демонстрируют отличное качество при минимальной цене. Это на самом деле один из самых важных показателей, что сейчас есть на рынке, то есть получить максимум за минимум. Вот в случае с хайскринами это работает. Конечно же, у нас есть обычная зарядочка на USB, микро-USB кабель и, в принципе, больше ничегошеньки нет. Сейчас я вам покажу. Соответственно, базовая комплектация как бы даже нам говорит о том, что, мол, ребята решили максимум сэкономить не для того, чтобы больше заработать, а для того, чтобы снизить итоговую цену. Цену я сейчас, конечно, назову, но для начала давайте я эту штуку уберу в сторонку и уже приобщусь к Яндекс.Маркету для того, чтобы вам не соврать. Итак, я открываю. И что я вижу? Конечно же, я вижу цена от 5,5 тысяч рублей по интернет-магазину города Москвы. Вполне достойный показатель. Давайте посмотрим, что сейчас можно среди смартфонов купить за 5,5 тысяч рублей. Итак, если мы возьмем сам смартфон в руки, то, конечно же, поймем, почему это стоит 5,5 тысяч рублей, не рублем больше. Ну ладно, от этой суммы по интернет-магазину города Москвы, там, в принципе, до 6 тысяч это дело прыгает. Но важно понимать одно, что у нас здесь 9,6 миллиметров толщину, 122 грамма. Вы думали, я вам какое-то откровение сделаю? Нет. Абсолютно все тривиальным образом. У нас в нижней части находится динамик и есть два небольших уплотнения, но это такие ножки. Плюс немножко упирает камера. За счет чего, когда смартфон будет лежать на столе у него, где динамик, место будет немножко приподнято, и на выходе мы получим достаточно нормальный, такой хороший, серьезный звук. Логотип хайскрина, конечно, камера на 5 мегапикселей и светодиодная вспышка. Кстати, с 5 мегапикселей камеры светодиодную вспышку вижу, ну не то чтобы первый раз, но это на самом деле достаточно большая редкость. Да и за такие деньги вполне себе. Вот что касается пластика. Пластик на ощупь обычный, но он имеет внутреннюю вкрапленную структуру, за счет чего слегка переливается на солнце. Я вот, кстати, сначала не заметил, сейчас понимаю, что у меня здесь светит из окна солнышко, и как раз все действительно так и происходит. Давайте по краям пройдемся. Сверху у нас находится 3,5 мм разъем для наушников. С нижней части у нас находится микро-USB кабель и микрофон. Он находится вот здесь, я не знаю, вам видно. Да, я вижу, что вам видно. Давайте я еще, наверное, попытаюсь сейчас снять крышку, чтобы было понятнее. Конечно же, сюда можно воткнуть карточку microSD до 32 гигабайт включительно. Соответственно, можно будет не задумываться по поводу музыки и всего остального. Ну, а здесь у нас, соответственно, 2 сим-карточки, как раз microSIM, не надо, а именно microSIM, плюс SD-карточку сюда тоже воткнуть можно. В общем, 2 сим-карты это хорошо в любом случае, потому что дает, ну и, конечно, съемный аккумулятор, дает возможность, ну, не знаю, в поездках элементарно использовать вот таких вот два варианта связи. Например, местную сим-карту, которую вы там купите, ну и, соответственно, ту вашу родную, с которой вы поедете туда. Ну, с роуминга обычно звонить дорого, а вот входящие достаточно недорогие, и для этого тоже вполне можно использовать. А вот звонки оттуда с местных сим-карт зачастую стоят дороже. Ладно, я углубился немножко лишнего в данную тему, я думаю, вы поняли. Здесь нет поддержки LTC, здесь только 3G, ну, в принципе, что бы мы хотели за 5,5 тысяч рублей, зато есть Wi-Fi, Bluetooth 4.0, ну, конечно же, GPS не без этого. Плюс вот аккумулятор, который я продемонстрировал, голубенький, это у нас 1500 мАч. Для, в общем-то, достаточно маленького смартфончика, а он по габаритам именно маленький, все-таки у нас здесь и за расстояниями-то вполне себе. Хотя, знаете, вот эти вот две черные рамки, я немножко недопонимаю. В принципе, вот если бы чуть-чуть увеличить здесь дисплей, мы бы получили вообще идеальный смартфон. То есть он небольшой, хорошо лежит в руке, особенно девушкам такое нравится. Но ладно, я не буду придираться, все-таки дисплей есть дисплей, и, видимо, производители просто виднее. Я вообще не понимаю, вот многие придираются, говорят, надо было бы делать больше. Да нифига не надо было делать больше, потому что мы не вендор, мы не понимаем. Они делают расчеты, просчеты так, чтобы это продавалось, выгода, плюс делают опросы. Мы можем лишь констатировать факт, что здесь 4 дюйма с разрешением 800 на 480. Ну, в общем-то, понятно, наверное, о чем сэкономили. Фронтальная камера 0,3 мегапикселя, ну, фактически VGA, но она есть, это тоже хорошо. Есть динамик разговорный, не без этого, а вот датчики освещения приближения, к сожалению, не завезли. В силу, опять-таки, бюджетности. Зато в нижней части находятся три кнопочки сенсорные, они не на экран, они именно в нижней части. С учетом достаточно больших рамок, это было логичным шагом, то есть где-то, наверное, можно избежать этого и, соответственно, не отдирать от экрана площадь. А когда у вас еще вот такая вот достаточно нехилая пластиночка внизу, ну, как бы, оно само по себе напрашивается. Плюс они выполнены в стиле Android, давайте я сейчас немножко поближе поднесу, не хочет фокусироваться. Вот, сфокусировалась, как вы видите, они прям такие стилизованные. Что касается самого дисплея, дисплей здесь неплохой, самое интересное. То есть я, честно говоря, думал, что пиксели будут бросаться в глаза, все дела, все-таки 800 на 480, но не тут-то было. В принципе, вполне себе все дружелюбненько выглядит. Даже элементы интерфейса самого Android, а здесь стоит 502, как это ни странно, кстати, они особо беспроблемные. То есть они не увеличены. Чаще всего, плюс оболочка, конечно же, гугловская Start, хорошо всем знакомая. Вот именно эта оболочка как раз обычно увеличивает достаточно нехилые иконки при небольшом разрешении. Здесь же они смогли соотнести и, в принципе, не потерять в качестве. То есть если не знать, ну, как минимум подумаешь, что здесь HD-картинка без вопросов. На самом деле непонятно, как они этого добились. Вот у меня немножко в голове это не укладывается, поэтому говорю сумбурно, но факт остается фактом. Претензий особо к дисплею нет. В общем, вполне зачет хайскринам, что смогли добиться подобного результата. Что касается железочки. То железочка у нас... Давайте я вот так открою. Да, вот так вот. У нас набирает 20735 баллов. И, в принципе, за 5 до с половиной тысяч рублей это вообще лучше, чем могло бы быть и чем мы могли бы себе представить. В качестве процессора здесь выступает не что иное, как хорошо всем знакомый MediaTek MT6582M на 1,3 ГГц. Цена четырехъядерная, ему в помощь Mali-400 MP2, ну и, конечно же, 1 ГБ оперативной памяти. 8 ГБ встроенной, ну и я уже сказал, ее можно расширить при помощи карт microSD до 32 ГБ. Так что, как бы, есть все, что нужно. Вот прям в полной мере. И претензий, наверное, нет. Давайте покажу камеру. Ну, правда, я не знаю, как можно за 5 с половиной тысяч рублей смартфон требовать от него камеру. Это, знаете, такой вариант по большей части. Или когда нужен вот прям бюджетный-бюджетный-бюджетный телефон, ну, может быть, как второй, как звонилка. Ну, или же, например, вы едете куда-то отдыхать, и если кинули на пляже, ну, даже если он там утонул или его украли, как бы особо никаких претензий к нему быть не может. То есть, ну, ну бы и фиг с ним. Вот именно из этой серии, да, и вот в таком ключе, этот смартфон, в принципе, идеален. Давайте посмотрим, как делаются фотографии. С какой скоростью. А вы знаете, достаточно быстро делаются. Вот на удивление. Все здесь выставлено. Тут даже какие-то режимы присутствуют. Вау. Да, живое фото, может быть, есть улучшалка лица. Да, ретуш, так называемая. Есть панорамки. В общем, в принципе, можно даже с фотографиями поиграть. Достаточно нехило. Ну, и, конечно же, минимальное количество настройок. Я приложу итоговые фотографии, тестированные уже в реальных условиях, с данного смартфона. В конце видео, как обычно, для того, чтобы вам было удобнее и понятнее, да, как это все работает и, в принципе, зачем это нужно. Вот я сейчас уже, наверное, рассказал все, что мог про данный смартфон, но просто потому, что я не знаю, что бы здесь можно еще было сказать. Про железку сказал. В принципе, ничегошеньки. Не тормозит. Все бегает очень плавненько, быстренько. Пятый Android прям летает. Ну, вот тут прям, насколько это возможно. И на самом деле, с учетом цены, я вот даже конкурента бы на Android особо и не назвал. Вот такой смартфон, чтобы я не придрался. Потому что раньше все смартфоны с данным ценником для меня были, ну, таким, личной головной болью. То есть, вроде бы, рассказать надо. С другой стороны, там только ругаться можно, не переставая. И приходилось искать какие-то стороны положительные. В случае с Pure F, вот положительных сценарий намного больше. То есть, вот прям реально без придирок. Я вот, если бы куда-нибудь сейчас отдыхать поехал, с удовольствием зашел в ближайший магазин и купил, ну, наверное, такой смартфончик. В силу того, что социальные сети я с него просмотреть бы смог. То есть, интернет бы работал. Плюс бы он и раздавал интернет для моего MacBook'а. Ну, и, конечно же, там минимальные какие-то возможности в плане фотографии и всего остального тоже бы присутствовали. С другой стороны, можно подключить камеру какую-нибудь, вот как моя Sony CyberShot RX100 Mark III. Сейчас уже Mark IV скоро будет доступен в продаже. И вот в них, например, да, там, в принципе, можно просто поставить сюда приложение, фотографировать на нее, скинул сюда и выложил это в Инстаграмчик. Плюс, снапсидиком подправил все, что нужно, если вдруг там какая-то нужна цветокоррекция или что-то в этом духе. И для этих целей он тоже сгодится. В общем, я, по-моему, нашел новую нишу для смартфонов. Хотя, ладно, что, если кто-то меня давно смотрит, знает, что эту нишу я нашел очень давно. И недорогие телефоны в преддверии лета, это самое, хотя уж в какой преддверии у нас июль месяц почти на носу. Соответственно, обзор пишется в конце июня 2015 года. Уже лето полным ходом, хоть и не хочется в это верить, но оно уже идет. И, соответственно, конкретно вот такой хайскрин мог бы быть отличной альтернативой дорогому смартфону. Ну, не понесете же, вот, не пойдете вы на пляж, например, с каким-нибудь, не знаю, Galaxy S6 Edge или тот же самый LG G4. Нет, конечно, вы, скорее всего, возьмете вот такую вот штуку, вроде бы, которая позволит вам сделать все, что нужно. Достаточно долго проживет. Кстати, он вполне себе прилично проживает там полтора-два дня, с учетом не самого жрущего процессора и дисплея. И решает, на самом деле, решает вопрос по тому, вот, жалко, не жалко, потерял, не потерял. В общем, вполне себе прикольно. С визуальной стороны тоже претензий никаких нет. Очень все хорошо собрано. Выглядит замечательно. И главное, что не какой-то люткий тайный, который бы стоил примерно столько же с учетом курса, но удовольствие от эксплуатации, такое, какое я получил здесь, соответственно, вы не получите. Но вы сами видите, что ничегошеньки не тормозит, все бегает так, как надо, и вообще никаких претензий к смартфону нет. Плюс пятый Android. Ну, как ни крутите. В общем, пятый Android за 5,5 тысяч рублей. Похоже, я придумал заголовок для видео. На этом буду заканчивать. Огромное спасибо, что досмотрели. Не забывайте писать в комментариях, вообще, вот, как вы ездите на юг, берете ли вот какой-то такой смартфон, или все-таки берете свою дорогую машину, типа, топов того или иного года, и едете с ней, и везде с ней ходите. Ну, или же какую-то альтернативу, может быть, вы предложите, опять-таки, в комментариях. В принципе, мне интересно. Пишите. Ну, и, конечно, огромное спасибо, что посмотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх. Подписываться на канал и вообще всячески активничать. Чем больше лайков, шарингов, комментариев и всего остального, ну, общей движухи, я вижу, тем больше у меня желания делать новые интересные видео. Вот сделаю маленький анонс. Совсем скоро выйдет на канале такой более классический домашний влог. Куча будет интересной информации. Не пропустите. Поэтому однозначно стоит подписаться. Подписочка на там внизу. Еще раз всем спасибо. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok